Бескозырка, пулеметная лента и знамя. Девятиклассники Горковской школы бережно разглядывают символы победы. Даниил Черепанов – юноармеец. Патриотизм для него – знакомое слово. Ведь с самого детства он слышал истории о подвиге своего деда. Юноша понимает – в его руках не просто экспонат из музея. Это знамя победы, это символ победы над фашистской Германией. И для меня это достаточно много значит, так как у меня воевал прадед. И вообще по всей линии у меня идут военные. И поэтому для меня это даже большая гордость, что меня выбрали для такого почетного звания. Уже пятый год подряд ребята из поселений с особым трепетом ждут передачу символов эстафеты. Военно-патриотическая акция «Салют Победе» объединяет жителей Одинцовского округа. Цель одна, но самая важная – отдать дань памяти, уважения и почета ветеранам. Каждый год мы выбираем особые вехи Великой Отечественной войны для глубокого изучения нашими школьниками тех событий, которые происходили в 41-45 годах на территории Великого Советского Союза. И в этом году это город-герой Новороссийск. Малая земля сыграла такую большую роль в победе над фашистскими захватчиками. Подвиг советского Цезаря и солдат-моряков теперь не только в военных хрониках, но и в школьных стенгазетах. Ведь лучше тысячи слов говорят детские рисунки. А на сцене вальс, веселые танцы моряков и военные песни, как знак того, что выстояли, не сдались. За эту неделю провели просто множество мероприятий, в том числе на памятниках Великой Отечественной войны. Это и в поселке Сосны, и в поселке Успенская. Это прежде всего все участники мероприятия – это ветераны и наши школьники. Это та молодежь, которая воспитывается на подвиге советского народа и которая нам с вами будет обеспечивать будущее, мирную нашу жизнь. Театральные постановки, лекции, викторины, уроки мужества. Формат «Как с почетом провести акцию» каждое поселение держит в секрете. Впрочем, и этот раз не исключение. Всех секретов рассказывать не буду, но расскажу про основные мероприятия. Конечно, следующая неделя у нас предстоит боевая. Все учреждения образования подготовили свои программы, свои планы. Перетягивают ветеранов, каждый в свою сторону, для того, чтобы показать детям действительно тех людей, которые ковали эту победу, совершили этот подвиг. Организаторы акции уверены – символы победы в этом году дойдут до города Героя Новороссийск. А пока в поселке Горки вторый митинг. Надо все успеть. Ведь дается ровно одна неделя, чтобы сказать – мы помним, мы гордимся. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.